приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане сегодня хотелось бы с вами поговорить про такую одну очень известную инвестиционную стратегию она называется 60 на 40 почему последние несколько десятилетий она была так популярная почему ее использовали почему именно на каких принципах она строилась как составлялся портфель по такой стратегии и почему теперь а волстрит считает что это инвестиционная стратегия устарела сегодня попробуем с вами коробки разобрать эти моменты обратим внимание на все аспекты касательно этой стратегии и поговорим о том как лучше сейчас инвестировать учитывая вот все эти события которые сейчас происходят но если данный формат и тема вам интересно можете уделить всего 5 секунд для того чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео прежде на что нужно обращать внимание что последние несколько десятилетий она действительно показывала хорошие результаты то есть эта стратегия 60 на 40 то есть это был такой классический портфель который должен был состоять на 60 процентов из акций и 40 процентов это качественные облигации то есть в этом году это портфель составленный по такой стратегии потерял в доходности около 10 процентов стоимости то есть такой портфель может показать самую худшую годовую динамику со времен глобального финансового кризиса 2008 года сейчас в отличие от кризиса 2008 года инвесторы обеспокоены не только перспективами коростки роста экономики в этом году активы подешевели из-за риска того то стагнация экономического роста будет сочетаться с устойчивой инфляцией то есть мы переходим такую стадию стагфляции что такое стагфляция и как она влияет на инвестора вы можете посмотреть в этом видео вот так выглядит обложка и также будет ссылка в описании а сочетание этих факторов может привести именно к низкой доходности или даже убытком течение некоторого времени то есть по мнению сторонников стратегии 60 на 40 а включение в портфель не связаны в друг с другом активов обеспечивает его сбалансированность и диверсификацию акции обеспечивают высокую доходность а бонды хеджируют риски то есть случае если например акции начинают дешеветь какие-то экономические события начинают учатся как мы с вами последнее время наблюдаем то именно за счет облигаций портфель получает необходимую доходность а как в принципе это может быть тенговом эквиваленте в рублем или долларом как тут как бы неважно то есть облигация не исчез можно сказать рахует ваш инвестиционный портфель от рисков того что акции могут в каком-то моменте там проседать или иные акции именно и разумеется также важно обращать именно на те рынки на которых вы торгуете а также вы не можете рассчитывать на доход от инвестиций который наблюдался ранее в течение определенного периода времени то есть именно так говорит директор по инвестициям крис брайтман доходность по облигациям то есть дивиденды прибыль компании находится на низком уровне а это означает что будущие доходы будут низкие по сравнению с уровнем последних лет до последнее время вот после пандемии мы с вами наблюдали бурный рост на фондовом рынке потому что были массовые влияния вливание именно ликвидности на рынок то есть фрс всячески пыталась поддерживать также центробанки других стран разумеется это делали тем не менее сейчас мы с вами видим классическое такое сдутие пузыря да то есть как раз таки вот эти конфликтные отношения между россией и украины еще усугубили плюс санкции плюс все это наложилось и разумеется сейчас мы с вами видим такое резкое падение можно сказать фондового рынка ну разумеется вот этот рост который мы наблюдали с вами он был таким позитивом для многих портфелей которые были составлены под данной стратегии а поскольку низкие процентные ставки они подтолкнули вверх как облигации так и стоимость акций а также с 2019 по 2021 год средний доход от такого портфеля составлял 18 процентов годовых то есть по данным агентства morningstar с 2000 года доходность портфеля и 60 на 40 с поправкой на инфляцию разумеется составил около семи с половиной процентов годовых то есть планы фрс сша сейчас по повышению процентных ставок негативно влияют на облигации то время как более высокие цены на нефть и другое сырье оказывают давление на цены акций возможно развитие краски стакляции который наблюдал о семидесятых годах то есть это слабый экономический рост или его отсутствие высокая инфляция и безработица создает потенциальные риски для обеих частей стратегии 60 на 40 вот еще одно заключение от старшего экономиста ван гуард grow group то есть эндрю паттерсон считает что можно ожидать периода низкой прибыли для классического портфеля 60 на 40 он подсчитал что его годовая доходность течение следующих 10 лет будет менее 5 процентов последние годы эксперты ван гуард снижали оценку будущей доходности портфеля в основном за счет переоценки перспектив роста акций такие ведущие так сказать аналитики они считают что данная стратегия так или иначе начинает в данный момент в текущих экономических условиях и сживать себя то есть сейчас нужно придерживаться более другого так сказать подхода к инвестициям то есть вот инвест компания pacific investment management одна из крупнейших мировых а инвесторов на рынке облигаций недавно рекомендовала перевести часть портфеля вот этого 60 на 40 сырьевые товары чтобы застраховаться от повышенной инфляции даже небольшое вложение сырье может существенно улучшить защиту от инфляции традиционного портфеля 60 на 40 да никто не спорит сейчас что именно сырьевые компании в текущих экономических так сказать условиях чувствуют себя более стабильно то есть мы с вами видим что был резкий взлет нефти так как америка наложила эмбарго но тем не менее как раз таки европа она не поддержала эту идею так как она практически в большей степени зависит именно от энергоресурсов которые поставляются с россией разумеется все равно россия будет поставлять и за это получать выручку и именно вот эти компании сырьевые сейчас и будут коротки находиться в таком тренде можно сказать да а вот кстати почему опасно следовать за трендами вы можете посмотреть в этом видео там не более подробно об этом рассказывал все равно тут стоит выбирать как бы именно ваш риск профиль и ваш подход к инвестированию для чего вы хотите покупать те или иные компании что вы от них ожидаете именно в будущем то есть если вы вкладываетесь как трейдер сегодня купили завтра продали то здесь конечно в другая стратегия работает но если вы долгосрочный инвестор вам стоит выбрать свою стратегию и уже как раз таки отталкиваться от того на что вы хотите рассчитывать в будущем то есть как долгосрочный инвестор ну разумеется как бы вот недавно да было заявление о джерома павла то есть это председатель федеральной резервной системы сша то есть он заявил что повышение ключевой ставки на 0 25 подпункта на заседании 16 марта было бы оправданной мерой сегодня 16 марта разумеется сегодня будет заседание и по итогам этого решения уже будем отталкиваться от того что имеем это именно первое официальное было заявление о том что он готов к тому чтобы поднимать ключевую ставку именно в сша и также в январе инфляция как бы в годовом выражении составил ваш семь с половиной процентов годовых то стало разумеется рекордом за последние 40 лет и поэтому председатель фрс ожидает ее снижение в течение года по мере ослабления проблем с цепочкой поставок и падение уровня потребления на фоне ужесточения денежно-кредитной политики эти легкие деньги сейчас в данный момент заканчиваются то есть эра этих денег уже заканчивается подходит концу разумеется мы будем наблюдать уже некое скажи скорее всего снижение инфляции и также по ожидает что фрс достигнет прогресса в обсуждении сокращения баланса но не собирается окончательно утверждать это на ближайшем заседании то есть пакет они будут сворачивать но вопрос том насколько и как долго это еще будет длиться конечно же будет сегодня как раз таки известно как только выйдет эта новость я разумеется постараюсь сделать ближе короткое видео о том чтобы оповестить вас о том какое решение было принято и что нам с вами делать дальше но если видео было вам интересным полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий а